доброго времени суток зрителям сущенным гостям нашего канала с вами россии и мы продолжаем играть замечательную игру под названием imperial glory мы приближаемся уже к концу нашего прохождения в прошлой серии мы с вами выкупили у британии тунис и подготовили полный плацдарм для того чтобы нападать на великобританию и я предлагаю назвать эту операцию кодовым названием какая в р что означает королевская киска в зоне риска и я думаю нам пора воплощать наши планы в реальность и так давайте значит пропустим еще пару ходов немножко наймем нашу армию в тунисе которым мы поставили наниматься и мы будем полностью готовы к полномасштабной войне с великобританией как раз вот австрии франция считает что нам пора заключить союз это для нас как нельзя кстати и не вмешаются скажем так в нашей разборке с великобританией и соответственно мы сейчас с вами можем беспрепятственно нападать беспрепятственно можем нападать что в принципе уже хорошо так армии империи великобритания находится нашей территории мы предоставили им право проезда на 8 ходов но и с течения этого срока и придется покинуть наше владение во избежание конфликта ребятки конфликт будет и так согласно нашему приказу мы предоставили проезд блин 8 ходов то плохо так современные госпитали построены в регионе москва это уже очень отлично глубокие шахты построены в минске маяк органа построен регионе восточная пруссия это выполнение ребята моего гос заказа я не буду читать тут короче очень много сразу видно что я начал поднимать всех с колен что тут у нас в тунисе в тунисе у нас еще все производится я думаю ходов 4 наверное придется подождать пока все там рекрутируются пока мы будем готовы я думаю великобритания попытается напасть нас в ответ но мы будем сражаться как и левы в общем я вижу мы тут все строим 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 так сильно расстроились что у нас уже не хватает на ресурсов дерево ничё там как он там дерево шахты шмахты всякие просто посмотрите вы посмотрите какая большая стройка просто пятилетка за два года вот уже уже на что-то не хватило ну это совершенно другая история главное что у меня пока хватает золота и я думаю в принципе нам пора нападать не на великобритании чего нам ждать ребята чего нам тянуть давайте а будет как будет скажем так и и и начнем так я думаю пора пора объявлять войну пруссия объявляет войну да ну что вы ну я не могу объявить войну великобритании да что такое хорошо хочу напасть вот мы не можем атаковать и страну так как у нас заключено соглашение о право проезда на лицо подождать пока я буду ждать чтобы завершилось право проезда я выйду с коалиции великобритании и франции что в принципе очень плохо я не хочу чтобы так было специальные школы построены в регионе тунис господин у нас не хватает ресурсов господин помоги господин не будем помогать не хочу не буду мы ждем кончится право на проход пограничные посты построены фермы построены не хватает на пушки не хватает на кавалерию знаю ребята знаю ничем не могу помочь страна активно сейчас работает на армии ведь от делаем армии для того чтобы захватить кусок британии ухты генерал вернер вы посмотрите какие красавцы теперь у меня все встали здесь а все генералы ребятки все генералы просто душу мне радует хлопцы такие вот давайте от моих укомплектуем по полной блин а там генералы что мы и сидят они там на половиночку и генералы ребята ребята мне не нравится что тут у меня на балканах и на греции никого нету ну ладно что же сделать я не успеваю всех сразу охватывать моя империя уже настолько разрослась что довольно таки проблематично везде содержать войска на марше постоянно военные госпитали готовы в анатолии торговая верфь сицилии рекрутические наборы исследована так увеличивает скорость исследований на сто процентов требуются школы инвестиции высшее образование позволяет нам создавать университеты ну наконец-то мы в сентябре 1817 года дошли до понятия университеты значит у нас не все так плохо в стране так тут ребятки все остались то же самое капитан капитан пушки конница пушки конница таких них стандартные наборы мне вот очень не нравится основная заруба будет здесь я вижу ничего ребятки скоро скоро потерпеть еще немножко и скоро мы скрестим свои шпаги с великобритании посмотрим на что она готова на что она что нам может о все подошел к концу пограничные посты и давайте теперь посмотрим нашу дипломатию что у нас происходит коалиция австрия франция великобритания мирный договор а где союз ребятки оборонительный союз пруссия австрия франция на все мы в союзе это означает что ребятки союз россии великобритания россия может на нас кинуться своими крестьянами что ли ладно это не это не серьезно поэтому я имел в виду этих господ я объявляю войну британии и россии согласно вашим указаниям наши послы передали ноту об объявлении войны государству союз великобритания и россия конфликт неизбежен выполнить как говорилось в звездных войнах выполнить приказ 66 страсти вообще-то мы объявили войну и мы на полном законном праве вступаем туда ребята так что давайте без ваших этих прикольчиков но этот не влазит конечно же козьёль британия успеет в ответ пойти я думаю не успеет потому что наши господа высаживаются вот тут вот вот так вот сюда мы не залазим не успеваем нападаем вот тут так соответственно мы кинули войска здесь 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 у нас ну уже в принципе есть на подкрепочку немножко людей да начнется вакханалия ребятки поехали поехали рубить их так первый бой у нас происходит в киринаике значит 627 человек против 290 легкое сражение давайте все-таки я буду командовать им лично чтобы было хоть немножко интересно потому что автобой автобой такой автобой поэтому я не хочу чтоб это было в тобой я хочу как бы лично пройтись по этой земле пустыня такая величественная в то же время дико прекрасное место для битвы ребята согласен совершенно согласен вон наши красавчики стоят флаги пруссии мы пруссы пруссаки так заставка музыка рвет душу обратите внимание на поле битвы находится лагеря то враги бежали когда узнали что здесь сейчас будет шпилювили проходить там ковары красивые персидские защитники этих земель до смерти на испуганы нашим присутствием обязательно попытается задействовать всевозможные обратили рубежи не позволяйте им этого сделать раздавите их как тараканов легко мы должны заставить наших врагов пойти по стопам избежавших то врагов а потом выполнить свою миссию и уничтожить их всех до единого согласен ребята согласен так как вы видите я кстати тоже первый раз почему-то ну обратил внимание кто у меня тут такие ну все эти без щельми а щельми все это перри перемотаны и перевязаны и у меня здесь нету вообще ни единого представительства как бы прусской армии вообще регулярно здесь нет у меня здесь одна конница немножко если рабской переход и легкой арабской пехоты давайте начнем сражение я думаю тут нечего выбирать расставлять давайте на марше передвигаемся ушки я бы хотел выставить где-то вот тут тем временем тем временем раз два три трое пушек они занимают здание у них есть побитые какие-то жизни уланы у них есть арабское ополчение я конечно можно было бы попытаться сыграть здесь с минимальными потерями ну я думаю нету смысла давайте давайте просто их я не знаю просто их раздавим что ли ну чтоб вот так вот я думаю каждого моего ну мои пеховую конницы хватит на каждый отряд вот так вот пускай вот они бегут как бы не столь быстро на легком марше нет они почему-то сразу сорвались ладно сорвались да и сорвались так тут наши пацаны передвигаются нет ну вы знаете мне кажется вот арабы да вот в этой как бы их не форме они очень подходят под пустыню очень симпатичненько так смотрится вот особенно вот эти вот несущиеся на лошадях а на верблюдах точнее ребятки на верблюдах вы посмотрите вот они изящно двигаются вперед давайте попытаемся немножко подмотать времени на x2 чтобы это было быстрее ладно шучу на x3 типа выбегали а конница то тем временем уже врывается дамы господа пушки стреляют пехоту мою валят так схлестнулись пушечки пожалуйста те завязали их там пушеч сюда сюда вот туда здесь это теперь сюда ну как-то ребята вы очень быстро расклеиваетесь тут я смотрю как-то у вас тут не задалось скажем так я не могу понять где там еще пушка стреляет что влезают что за бред что за бред что за бред блин давайте дорезайте этих я теперь хочу чтобы мне принесли пушки вот эти вот текст тут мы все разломали все просто их задавим потери конечно колоссальные колоссальнейшие потери я смотрю он 15 убили 30 убили собственно собственно все как я понимаю а нет у нас тут очаг сопротивления все на этом все это было кирина и к первый бой он для них в этой области был скорее всего и последний но это только начало по выполнению нашего плана сейчас нам нужно будет захватить еще две области тут бэмс все отлично взяли дальше следующая боевочка у нас уже происходит в триполи почему-то здесь у нас считается как равное сражение это очень очень интересно если там мы бы по-быстрому выиграли и у нас были такие большие потери то здесь мне кажется будет все намного серьезней и нам нужно будет более внимательнее или правильнее как-то расставить наши войска триполи триполи давайте не будем это читать реально это не очень интересно так этим временем это это что мои красавчики форме нет тоже симпатные ребятки но конечно те вот помните такая красивая пурпурная если не ошибаюсь форма класс реально класс так хочу передвинуть давайте этих значит мы построим линию я хочу чтоб гренадёры шли чтобы гренадёры шли в первых рядах так за ними пускай идут пехота вот так вот такие ребята конечно вот эти вот хорош хорошие хорошие стрелки хорошая реально не издалека стреляют поэтому вот так вот думаю так по поводу конницы по поводу конницы кстати я вот думаю надо нам обязательно сделать ребят это никогда такого не делал давайте попробуем это сейчас построить а все я перепутал я че-то думал наверно перепутал с казаками или с казаками правильно что там можно было делать такое построение корее в центре как бы ставить пушки и так вот шагать вместе в общем перепутал я извиняюсь так у нас тут драгуны гусары наездники на верблюдах драгуны гусары то есть принципе здесь от арабских стран у нас совсем чуть-чуть в этом войске это если быть точным только два отряда наездников на верблюдами все остальное это представители европы действительно европы ребята они каких-то там этих так вот эти пушки так вот мы сейчас пойдем красивым строим прямо туда к ним начать сражение так двигаемся все вот сюда дружненько чтобы понимали может кто-то не знает или для кого-то тоже будет известный факт и это будет не интересно но здесь при передвижении всего войска в целом все войско занимает скорость такую которая отображается у самого медленного отряда то есть если у нас в данном нашем войске есть пушки то мы все наше войско двигается с такой же скоростью грубо говоря как и пушки то есть для того чтобы не отрываться если вот смотрите если мы сейчас пушки уберем и пошлем нашу армию без них то есть выберем без них пошлем то она будет двигаться немножко быстрее но опять же конница будет основываться на скорость передвижения нашей пехоты соответственно вот видите конница ждет пока это то есть тут все красиво так что тут британия у нас значит вот эти какие-то сушки где-то шахиды прям фигня фигня вот конница меня их не волнует уланы и уланы может на них стравить наездников на верблюдах как бы так найти такую сделать пвп шичку 2 на 2 а тем временем мы ждем пока все дойдут каждому медленно это все делаем ребята давайте немножко ускорим наш процесс смотрите это на x4 и мы еле идем так что там у нас они все стоят на месте не двигаются да хорошо сейчас мы по-быстрому туда перескочим давайте еще еще ближе а потом пушки стоять стоять я увидел там пушки меня значит давайте вернем скорость обратно отпускаем паузу выбираем поехали сразу значит как ты так не уследил туда же сразу на арабскую пехоту бросаемся вы пожалуйста вот туда сразу как бы конницу потратим раскидаем их по фронтам эти две конницы мы оставим так скажем на поддержание штанов наши сна войска троп атакованы эти хлопцы ворвались 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 эти ворвутся туда все хорошо мы боевочку навязали ну давайте что ли вроде приличия пойдем дальше ну кроме кроме пушек пушки конечно к вам претензий нет но вы поедете сами поедете вот так вот все а вы ребятки вы двигайтесь сюда так что тут у нас жесткая заруба так мы там с теми тоже связались тут тут мы проигрываем или чего я не могу понять надо приблизить посмотреть на ту кровавую бойню нет я думаю все же мы тут выигрываем а вот тут а вот тут мы стоим просто смотрим как бы как нас пушки расстреливают арабы верблюдов вас оседлать научились рубят они конечно царские реально пару тычек как бы и расчет готов скажем так мне кажется наши вот эти две конницы даже не вступят в бой ну нет так нет цели и будут давайте дальше дальше на 4 конечно да это конница хорошая жесткая мне нравится обратите внимание какой ожесточенный бой идет здесь вместе наши наездники сражаются против уланов перебили здесь артиллерию перебили в общем много здесь ребят наших полегло вырываемся на арабскую легкую пехоту ребята не ждем давайте посмотрим как это будет смотреться со стороны наши наездники мчатся и бэмбэм бэмбэм все сразу разобрались и по одному этому беспощадных просто насаживают их на пике точеные здесь два отряда уланы и уланы двое конец сражается против наших их тоже их тоже они победили они победили они выиграли этот бой но не войну их осталось 8 человек давайте давайте мы их просто сейчас аккуратненько перестроимся в кара нет 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 пацаны 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 стоямбо ошибся я извиняюсь мы перестроимся вот так и поедем их просто расстреляем так 16 против 1 ну потери большие но в основном это потери конницы до пехоты они не дошли так это была вторая территория сейчас мне предложат по доброте душевной ее отдать вернуть той стране у которой злая британия эту территорию забрала но нет ребята такого не будет триполи победа это мы пока бою им с теми войсками которые находятся на на территории но не в самом городе так хотите командовать сражением лично конечно равное сражение обратите внимание 510 против 213 не знаю как это на считает равным сражением но сейчас мы сделаем так что она будет неравным и мы обязательно победим по-другому быть не может так мы достигли пустыню что ли тоже тех красивенько выстроить чпок то у нас идет то все гренадер чеки у нас и тогда только сейчас в этот раз будем идти быстрее потому что слишком долго слишком долго они шли вместе с пушками даже на ускорении мне не особо это понравилось если честно поэтому давайте без всяких выпендрежей двигаем их вот так пехотка всю нашу выстраиваем вот так конница сзади тут у нас уже кстати нету той классной крутой конницы которая только что было наездники которые на верблюдах текс и текс начать сражение так где а так я понял вас значит я хочу чтобы вот эти пацаны вернулись и захватили вот это вот пушки давайте тоже вот сюда не поставим вот эти гаубицы на убийце гаубицы хорошо так этим и мы выдвигаемся вперед туда же но видите пехота немножко быстрее идет чем когда она есть вместе с пушками сюда где-то давайте поставим пушки так враг знания ключевую позицию смотрите артиллерия 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 лучше одна артиллерия артиллерия не компьютер считает что это очень равный бой значит надо этих вырезать очень быстро пока они не захотели это здание потому что потом хотя один долг пушек и они повыбегают скажем так оттуда не волнуют их не конница уланы уланы чтобы эта конница не ворвалась в мои ряды скажем так они подстраховывают ну давайте попробуем сделать вылазку нашей конницы попробуем срубить навязать боя этим козлам а это арабская стоямба ребят это арабское ополчение как бы нет нет для чего рвать жопу скажем так ополчение уланы пушки вот а вот бы пушки выцепить вот это было бы хорошо давайте попробуем сделать такую дерзкую атаку нам хотя бы попытаться срубить вот хотя бы один этот отряд давайте 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 ну 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 хорошо хорошо все одни готовые ну и наши конечно тоже готовы ребятки там уже ничего не сделаешь я думаю так что тут а они остались полностью без защиты пока мы отвлекли нашей одной конницей в дорог второй конницей мы нападаем на пушки которые остались беззащитную то есть вот тут и хоп такс мы завязались в бой уже хорошо те в упор стреляют мы бросаемся теперь блин вот эти блин странная конница которая там три человека мешают мне всю короче малину портит вот этих мы уже разбили хорошо теперь вот этих видите правильный удар конными войсками и все их не преимущество уже не такое преимущество скажем так их не пушки давайте может попытаемся быстренько вольнуть этим пушками уйти от пехоты нет от пехоты мы уже не уйдем я думаю нужно переключать в ближний бой нашу конницу и посылаем ее добивать эти пушки и в принципе на этом все сражение за эту территорию закончена хотя даже наша такую не сам может не доехать все таки наши ребята могут справиться и на последнем издыхание ударить могут нет 12 против 6 давайте ребята давайте 44 против 6 3 по 2 против 2 давайте 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 добивайте блин этих ополченцев сраных есть все и тут и тут выцепили все-таки трех моих конных ну зараза блин все закончили с марокко мы закончили победа я в принципе не сомневался что это будет все именно победы поэтому конечно я не думал чтобы такие большие потери может было бы больше как там больше придать этому значение как-то там побольше кто тактики но в принципе 700 и 70 из 500 их под корень я как бы все их не армию вырезая под корень поэтому я думаю ничего страшного австрия делать тело движением так поскольку это война россия предлагает нам 27 почти 26000 золото хорошо мы согласны великобритания мы вступили в бой корабли нет я не хочу с ними драться нам не удалось уйти это будет бой равное сражение 3 против 3 нет не хочу и мы выиграли уже хорошо уже хорошо так здесь у нас продолжается бой легкое сражение 333 против 69 надо я хочу командовать лично мы каждое сражение будем лично потому что эти пушки я знаю что сейчас этих пушках автобой может посчитать очень-очень большие потери будут с моей стороны как вы видели что в принципе двумя конными отрядами можно развалять кучу отрядов пушек поэтому давайте лучше как-то сами так пропускаем это неинтересно бородень начать меня интересует только конницы я попытаюсь именно конницы еще сделать сети шахер махер так ну та же история у нас легкая арабская пехота и 3 конных другой 3 как-то все это не серьезно ребятки давайте в общем я хочу кинуть пока только именно арабскую пехоту на верблюдах хочу кинуть сюда и попытаться сейчас с помощью этой пехоты раздавить их не пушки вот к примеру уже сейчас мы одни будем давить вот тут наши вырвались переходим на ближний бой рубим вот этих переходим на ближний бой и кругом вот этих ребятки извиняюсь извиняюсь что я не успел выключить бопа бегут вот это поворот вот это поворот огонь вы смотрите что происходит бегут падлы такие обалдеть конечно видел видел но чтобы драгуны и вот так вот бежали это конечно жесть они стали в каре только чем они читали смотрите все бегут ребята все бегут что происходит непонятно хорошо вы можете по ним стрелять стрелять его не разучились чисто теоретически мы стрелять сами можем ребятки стрелять можем уже хорошо так те вернулись в спину ударили быстро вы хоть не позвольте меня брать мои седые пятки еще не убегают я не могу понять еще с ними происходит вообще не могу понять вера наверно не позволяет драться да все мы перебили армию неприятеля и теперь нам нужно сражаться с войсками которые находились в гарнизонах ничего ничего скоро уже будет конец так я просто не понял откуда вы вообще взялась эта хрень легкое сражение защитник 96 ребята да давайте давайте я сам да буду снимать все таки такие важные сражения эпохальное просто обязательно нужно так мы достигли ворот пустыни и тролли вали все одно и то же начать сражение это тут для нашей герои еще давайте попробуем я думаю слишком долго будет вести основные войска давайте как прошлый раз мы сделаем вот так вот вот так вот вот эти ребята давайте пойдут вперед постараемся сразу с ними разобраться в принципе это драгуны то наши ребятка ниши стреляют неплохо аж на 63 то это вам не шубу в трусы заправлять то серьезно ребята так значит давайте если что атаковать без приказа и передвигаемся вот сюда у вас сделаем такую же песню атаковать без приказа давайте а неприличие пушки там подвигаем куда-то артиллерию кинем туда карта ну и закрыть открыть текс идут наши драгуны давайте немножко ускорим стратегически захватили стратегически важный объект ножками сами передвигают об текс значит выстраиваем драгунов вот так вот и перед ними же также драгунов устраиваем так давайте мы поставим а давать вот этими двумя нашими орлами легкая кавалерия попытаемся их выманить это атакен да там давайте все вперед пытайтесь на амбразуру как совы вы вот так интересно успеет они наездники на верблюдах их просто смялин к чертям собачьим так наши войска подходят значит вот этих я хочу вывести вот сюда быстрым шагом причем тут какие-то тактики все тут наши уже произвели первый выстрел они вступили в перестрелку с арабской пехотой x ближний бой ближний бой ближний бой ближний бой давим их давим-давим-давим-давим ребятки которые сейчас выбегают сразу пожалуйста вмешивайтесь в эту боевочку вмешивайтесь вы посмотрите как они накормсали наших теперь и дальше в атаку вот так у ближним бою ближним бою не надо целиться мы пока блин начнете целиться уже полгода пройдет так наши ребята дали зал я думаю нету смысла выводить конечно же вторые отряды 3 4 ну давайте раз уже раз уже давайте возьмем мы в кольцо в принципе же нету смысла тут уже в кольцо добрать никого все мы перебили армию неприятеля победа моряковка что в принципе не может не радовать ребятки что в принципе не может не радовать знаете мне каждый раз когда происходит эта загрузка и вот она так застрелит у меня каждый раз останавливается наверное останавливается сердце и я думаю все видео сбилось так марокко мы взяли наконец-то значит после освобождения государства марокко мы можем покинуть его территорию что улучшит нашу репутацию на всем континенте вы хотите оккупировать конечно хочу ребят почему бы и нет так в связи с нападением на государство векабритания нам объявляет войну следующие страны участницы россия осада города фес началась пруссия короче понятно срок действия с австрией франции стек пограничные посты построены в регионе польша уже хорошо так значит я могу сделать вот такой вот так давайте укомплектуем их вот так вот я хочу вот сюда на корабль вот этого поменять скажем так поменять значит здесь мы все взяли давайте попробуем я не помню как это правильно сделать вроде вот так вот вот если что она будет использована резервной армией тут у нас орлы пару есть давайте посмотрим еще может кого-то им добавим обязательно обязательно добавим легкую кавалерию давайте так это хорошо надо здесь надо кораблик то наш подремонтировать подремонтировать немножко ребятки вот тут у нас кто шлюп здесь у нас кто фрегат фрегат надо вывести давайте также выведем шлюп укрепить тут у нас кто шлюп и фрегат фрегат обязательно нужно вывести укрепить да вообще нужно поводить корабли все с портов потому что рядом с нами британия это нельзя забывать об этом мы должны быть готовы так ну сейчас осталось нам только триполи и на этом все так 180 против 517 господи или прочитал ну давайте все это будет последний бой на сегодня и в этом видео я думаю мы выполнили план королевская киска в зоне риска захватили три территории немножко повоевали хотя в принципе вы знаете я еще рано радуюсь эти ребята могут мне конкретно поднасолить учитывая какие тогда у меня были глупейшие я считаю только что боевки когда моя пехота ой конница врывалась бежала врывалась бежала в общем в общем было что-то непонятное но они там выстраивались позанимали ключевые позиции ну и отлично сейчас тоже какие-нибудь позиции ключевые займем постреляемся пехотой постреляем немножко а как же конечно давайте давайте на x6 прямо сейчас я вот так вот увеличу чтобы это все было еще быстрее чтобы не ждать миллион лет так наша пехота подошла делаем стоям будем то есть скоро сделаем попроще вы выдвигаетесь нет вот этих надо вы вот сюда выдвигаетесь а вы выдвигаетесь вот сюда мы вас потом всех просто-напросто перестроим я хочу чтобы вот так вот встали все на эти холмы из этих холмов смотрели вдаль так вы наверное сюда встаньте надеюсь вы будете доставать а если не будет доставать то это будет очень печально так 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 обязательно ребятки обязательно огонь в случае возможностей так вы значит тут уже у меня встали у вас дальность к обзору не при не прибавилось ребят пожалуйста надо у вас должно тоже прибавиться минус минус 13 а почему у меня минус 13 брони мне кто-нибудь скажет ладно построение в линию построение в линию ну и вы конечно построение в линию ребятки не стесняемся сейчас вот так вот так вы тоже там поднялись построение в линию так бой уже начался я вижу пушки наши доехали доехали разворачиваем их и открываем огонь вон наш туда и наши войска атакованы неприятели пушки наши и почти короче в ближний бой тогда пошли вы же гренадёры у меня есть еще подкрепление его вызывать пока не буду ладно пушки если вы серьезно блин давайте не знаю ближе немножко подъедьте вы сюда вы помогите этим ой 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 прям из секшена улетел не вы знаете так арабская пехота неплохо валит конечно но но не сейчас а теперь давайте феерически закончим все переходим в ближний бой и просто врываемся на них короче на пике точеные их садим я не понимаю правда почему мне такой нет стоп 100 ямбо расстреляйте их лучше видели мощный залп и сразу скосил всех я просто подумал что нету смысла нам драться в ближнем бою когда у нас защиты минус 16 мы все-таки не камикадзе а у них почему-то плюс 3 я предполагаю потому что мы такие знаете слабые европейцы которые приехали в жаркую страну так мы освободили триполи сейчас нам конечно же предложат его освободить полностью но мы это делать не будем потому что все-таки в своем уме а я все жду засаду от британии ой точнее от австрии когда она мне ударит в спину или франция они могут знаете так с подтяжка ударить подло могут подло ударить могут так осада триполи началась хорошо военная аннексия прошла успешно марокко мы взяли марокко уже не может не радовать какие мы конечно в марокко нету ровным счетом ни хрена господи туда же военной академии нет ребята ребята что что-то происходит блин все так вот стойте тут я считаю что самое время заключить союз с великобританией 17000 я им дам одну копейку они не хотят ладно не хотят да и не хотят правильно ребят не понял фрегат что такое давай описывай пендрежей так ты только сюда можешь высадиться на мы туда высадиться не можем мы туда высадиться не можем мы туда высадиться не можем так на этом завершаем ход я прям жду подли под лючку жду от авст они уже сейчас должны объединиться вступой вступить должны уже ребята не верну вступить в союз с британией и быстренько на меня напасть вот это как раз будет в их нем как бы стиле в их нем стиле как раз будет ребята все триполи прекратила существовать мы получили какие-то там копейки с этого всего дела так тем временем я считаю что пора 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 радуемся ребятки нужно загонять скажем так нужно загонять наших пацанов в в сами городам потому что потому что потому что точнее в горизонт и надо их загонять они они кушают еду еду кушать много не нужно так что здесь у нас а то мы еще держим да походу или что не могу понять это что такое это мое уже коренная маяка вроде мое я хочу только распустить пополнить здесь нельзя в общем я где-то высчитал что можно с помощью военных госпиталей сделать лечить своих солдат не знаю правда ли это ладно давайте заключим мир купим их за их не 20000 все мир готов все коренная к получено это все наши видите мы с австрии в натяжечку идем я не готов с австрии сейчас воевать я хочу немножко восстановиться скажем так мне нужно отличить свои войска часть войска отсюда нужно перебросить обратно на материковую эту ну то есть не в этой папуасе ходить а кинуть обратно в европу так франция авто считает что надо вы видите уже золото меньше я немножко ослаб и они мне вот уже меньше золота дают типа там и так вступит знаете типа такого ничего ничего придет время и австрии мы пока сейчас залежем раны в наших отрядах скажем так укомплектуем их меня очень радует новость что теперь мы можем делать ну кроме конечно капитана стена билла он так и останется с тремя отрядами вот и капитан вейберг тоже вот меня радует что можно теперь еще вот в отрядики накидывать видите это отличная новость я считаю просто отлично кто то на что есть стартильный призывной участок ладно ребятам на этом все в этой серии мы с вами все таки захватили вот это все дребедей у британии забрали проучили немножко британию повоевали повоевали это самое главное считаю да мы понесли конечно достаточно большие потери но даже с этими потерями я считаю приобрести три территории в обмен на потери ну ребят это война на войне к сожалению люди умирают поэтому и наши ребята умерли за за благополучие пруссии спасибо за просмотр подписывайтесь на наш канал ставьте лайки до скорых встреч я думаю что вот-вот и мы уже закончим всем пока